...наши данные, собственно, в институте по... ...чему научила нас системная терапия бектрисия сырного рака молочной железы. Итак, в чем заключается, собственно, актуальность обсуждения данной темы? Как уже сказал Марк Игоревич, и в целом то, что мы уже обсуждаем сегодня, что существует большая неудовлетворенность результатами по второй линии терапии после CDK-4,6 ингибитора. Мы знаем, что медиана оживаемости без прогрессирования, она в целом варьируется по данным исследований и достигает 5 месяцев. В целом, что же такое бектрисия мутации в раке молочной железы? Она встречается довольно-таки часто и при разных подтипах, и наиболее часто встречается при гормонопозитивном раке молочной железы. Собственно, активация данного пути запускает пролиферацию и клеточный рост, тем самым, воздействуя на этот путь, мы можем заблокировать рост опухоли. Какой же прогноз у пациенток с данной мутацией? В целом мы знаем, что по данным исследований при гормонопозитивном раке молочной железе наличие данной мутации ассоциировано с более худшим прогнозом. И также при ХР2-позитивном раке молочной железе, по данным исследований клеопатры, мы видим, что пациентки с бектрисией мутации выживаемость их ниже, чем без мутации. Итак, можно сказать, что большое количество бектрисии ингибиторов сейчас разрабатывается, уже появляются данные по эффективности этих препаратов, но только один препарат одобрен, по крайней мере, у нас в стране, Молпелисип, для гормонопозитивного рака молочной железы. Что же говорят данные по частоте выявления данной мутации среди различных групп населения? Мы видим, что в целом выявляемость мутации варьирует в зависимости от региона и наиболее часто, по данным исследований, выявляется в Европе. Частота мутации достигает 40%. Какие данные в России? По данным анализа Института Петрова было проанализировано порядка 700 пациентов, и мы видим, что выявляемость мутации бектрисии составляет 32%. Не вызывает, конечно, сомнений, что бектрисиевую мутацию мы определяем у всех пациенток с гормонопозитивным раком молочной железы по нашим исследованиям, по зарубежным исследованиям, учитывая то, что у нас есть опция терапии, направленная на данную мутацию. Как это можно определить? Это можно определить несколькими путями, с помощью программы РУСК, с помощью активного пациента и с помощью АСТОНа. Диагностика пикси и мутации. Здесь представлены данные за три года, которые были получены, прианализировав порядка трех тысяч пациенток. Мы выявили мутацию у 32% пациенток. И за последний год здесь представлены результаты. Мутация была обнаружена у 33% пациентов. На чем же основана терапия для бектрисии мутированных пациенток с раком молочной железы? Мы знаем, что исследование SOLAR-1, которое показало преимущество лопилисиба с фуллистрантом по сравнению просто с фуллистрантом, медиана выживаемости без прогрессирования составила 11 месяцев против 5-7 месяцев. Что важно, что в этом исследовании только 6% пациенток получало CDK 4,6 ингибиторы. Мы знаем, что это сейчас стандарт терапии. Поэтому было организовано исследование Байлиф, которое оценивало эффективность терапии лопилисиба с фуллистрантом у пациенток, которые получали CDK 4,6 ингибиторы в первой линии. Мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования чуть ниже, но все-таки составляет 7,3 месяца и довольно-таки хорошие результаты. И сейчас те данные, которые мы имеем, на самом деле фуллистрант лопилисиб показывает наилучшие результаты по выживаемости без прогрессирования по сравнению с другими опциями терапии. Если мы даже говорим про терапию, про которую говорил и Марк Игоревич, это когда мы меняем CDK 4,6 ингибиторы, все-таки результаты противоречивые. И эксперты склоняются к тому, что это не стандарт на сегодняшний момент. Это новые оральные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые в целом тоже не показывают впечатляющих результатов. И тем самым фуллистрант с лопилисибом все-таки остается пока стандартом. Здесь я хотела бы представить данные совместные в нашем институте, которые были получены при терапии лопилисиба. Мы видим, что в нашей базе данных 186 пациенток, которые были протестированы, и у 61% пациенток выявили пиктрисию мутацию. Мы проанализировали 30 пациенток, которые получали терапию лопилисибом. Мы видим, что пациентки в большей части получали CDK 4,6 ингибиторы, что часто у них выявлялись метастазы в кости. И что особенно важно, чтобы эти пациентки получали эту терапию в третьей и последующих линиях более половины случаев. Тем самым мы получили результат, что медианной выявленности без прогрессирования составило 6 месяцев. Что в целом сопоставимо с результатами исследования BioLiv. Но нужно учитывать, что наши пациентки получали эту терапию в третьей и последующей линии в том числе. По длительности ответа мы видим, что длительность ответа может достигать 12-14 месяцев. И это может быть как в третьей, так и во второй линии терапии. Мы хорошо знаем профиль побочных явлений, собственно, лополисивы. Это гипергликемия. Часто выявляется в пациентах по данным исследованиям СОЛР-1, СИП, тошнота, диарея. Но с этими побочными явлениями в целом уже хорошо справляемся за счет разработки алгоритмов коррекции данных осложнений. Гипергликемия в целом связана с тем, что блокируется путь пиктрисей и нарушается захват глюкозы в клетке. Тем самым образуется данное осложнение. Для, собственно, коррекции данного осложнения мы пациенток разделяем на группы риска развития и назначаем, собственно, профилактическую терапию. Также было показано по данным исследованиям наших коллег, что применение профилактического метформина позволяет, собственно, снизить частоту гипергликемии, и сейчас мы очень хорошо с целом справляемся с данным осложнением. Существует горячая линия в нашем институте для консультации с эндокринологом и определения рисков развития гипергликемии у пациентов, чем можно активно пользоваться. За два года было проведено 70 консультаций, что позволило, собственно, части приостановить и уменьшить дозировку, собственно, алпелисиба и скорректировать данные осложнения. Здесь представлен калькулятор для оценки риска гипергликемии и консенсус по профилактике коррекции цепи. Назначаем мы обычный цитерезин профилактический для уменьшения частоты данного осложнения. Также здесь представлен калькулятор, который очень просто, собственно, в использовании для оценки площади поверхности развития цепи. Здесь представлена информация для пациентов. Пациентов бывают разные, какие-то бывают очень активные и хотят прочитать, собственно, какие побочные явления могут быть, как с этим справляться, какая должна быть диета, и это может помочь пациентам. Тем самым перед началом терапии алпелисиба необходимо назначение цитерезин для снижения риска развития цепи, снижение риска гипергликемии, назначение метформина тем пациенткам, которым это показано, предоставить данные пациенткам, назначить, собственно, диету, и это позволяет довольно-таки увеличить приверженность терапии. Тем самым определение статуса пактисея необходимо всем пациенткам с гормонопозитивным раком и молочной железой. Это позволяет улучшить результаты, назначать терапию алпелисиба с фулвистранту. И, собственно, у меня вопрос. Какое наиболее частое нежелательное явление было выявлено, собственно, по данным исследования СОР-1? Так, пятый стол С, шестой стол тоже С, четвертый С, второй, а третий С, С, все. Что ответила нейросеть? Нейросеть ответила, что наиболее частым нежелательным явлением, по данным исследованиям, была сыпь. Однако, это был гигачат, я обратилась еще к чату GPT. Исследование СОР-1 было проведено для исследований. Вот, к чату GPT, и, собственно, оно ответило, что по данным исследованиям наиболее частым осложнением было гипергликемия. Может быть, оно более научное, не знаю. Вот, поэтому, возможно, имеет различие тоже и нейросеть. Вот. Действительно, правильный ответ в гипергликемии. И стоит заметить, что, например, в исследовании Байлиф наиболее частым нежелательным явлением было уже не гипергликемия, а диарея. Вот, поэтому, в целом, с этим осложнением мы сейчас умеем справляться. Поэтому, в последующих исследованиях оно было не таким частым. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Да, пожалуйста. Большое спасибо за доклад, за данные реальной клинической практики. И вот здесь вы сделали акцент очень интересный на том, что действительно в СОЛАР-1, предшествующая КГТ, совместная с ЭДК-4-6 ингибитора, это 6%. И именно эти пациенты получили медианную выживаемость 5,5 месяцев. А в общей группе пациентов медианная выживаемость без прогрессирования 11 месяцев. Также вы привели БОЛИФ-исследование. Там медианная выживаемость без прогрессирования 7,3 месяца. И почти большинство из них получили СОЛАР-1, предшествующие. И в вашем исследовании то же самое. Примерно 6 месяцев было. И как по-вашему, лучше все-таки назначить ПИК-3-7 ингибиторы до СИДК-4-6 ингибиторов или после? С учетом того, что у нас они эффективны во всех линиях терапии. Я думаю, определенно после, потому что в целом-то у нас есть исследование БОЛИФ, которое в целом показывает эффективность после СИДК-4-6 ингибиторов. А в исследовании СОЛАР-1, если вы посмотрите медианную выживаемость без прогрессирования, 11 месяцев. И если честно, это не сопоставимо с данными СИДК-4-6 ингибиторов. Но они эффективны и в последующих линиях, а ПИК-3-7 ингибиторы не очень-то эффективны в последующих линиях. Да, эффективность СИДК-4-6 ингибиторов в первой линии все-таки выше, чем в последующих линиях. Поэтому, мне кажется, стоит давать в первой. И вопрос здесь к исследованию СОНИ тоже возникает, когда мы не даем пациенткам СИДК-4-6 ингибиторы в первой линии, и тем самым во второй линии мы задумываемся о терапии. Мы уже думаем, когда у пациентки есть в ПИК-3-7 мутация, соответственно, здесь у нас стоит вопрос о том, что назначать, и мы теряем, собственно, опцию, мне кажется. Но сопоставимо, а эта опция сопоставима в последующих линиях с химиотерапевтическими режимами по выбору врача, в общем-то, 6-7 месяцев? Нет, не сопоставимо. Нет, не сопоставимо. Спасибо. Алексей Викторович. Скажите, пожалуйста, раньше было показано, что метформин, как препарат сам по себе, увеличивает эффективность терапии больных гормоночувствительным раком молочной железы. Вот как, по-вашему, в условиях, когда мы его назначаем профилактически, при такой двойной комбинации таргетной терапии и гормонной терапии, влияет ли он как-то на эффективность этой комбинации или нет? Мне кажется, здесь вопрос, прям вот до конца выяснить не получится, потому что, если мы даем метформин, это уменьшает вероятность, собственно, остановки терапии. То есть тем самым просто пациентки, которые получают метформин, они получают лопилисиб дольше, и, соответственно, у них эффективность больше. Здесь, мне кажется, комфаундер получается. Я хочу сказать, на самом деле, здесь немножечко развить... Или, Алексей Викторович, может быть, вы сами разовьёте свою мысль? Давайте вы, наверное, сами её разовьёте. Не, я просто хотел сказать, что мы иногда недооцениваем вот эффективность сопутствующей терапии, той терапии, которую мы назначаем по поводу профилактики осложнений, лечения осложнений. Конечно, интересно было бы получить вот эту информацию именно, потому что действительно метформин, именно как противоопухолевое средство и слабый МТОР-ингибитор, он, в общем-то, имеет место быть в онкологической практике, и при некоторых заболеваниях он действительно показал свою дополнительную эффективность. Может быть, это будет дополнительным аргументом для того, чтобы не только при риске назначать, но и более широко этим пользоваться, потому что, в общем-то, препарат доступен. Да, и механизм действия действительно ингибитор МТОР, и там идёт речь о метаболической реабилитации, но я сейчас, может, больше задам вам такой практический вопрос. Вот у нас здесь сидят врачи реальной клинической практики, эксперты. Не у всех есть в учреждении эндокринологи, понятно? У нас есть сеть, у нас есть Коваленко Ирина Михайловна, куда можно, собственно, всегда позвонить, она всегда поможет. Но вот мы, у нас на приёме, да, вот врач-химиотерапевт, может сама, что нужно сделать врачу-химиотерапевту, чтобы самому определить, собственно, группы риска, и нужно ли назначать метформин. Вот как мы это делаем в нашей реальной клинической практике? Что нам для этого надо? Вот инструменты 1, 2, 3, они ведь, в принципе, доступны. В целом, там есть калькулятор, общедоступный, он очень просто обращение, это уровень гликированного гемоглобина, глюкозный натощак и факторы риска определенные. Собственно, есть у пациентки развитие, повышение гипергликемии или нет. Собственно, вбивая эти данные в калькулятор, выдается риск развития гипергликемии, и на основе него мы, в целом, можем назначать профилактические метформин. То есть то, чего мы не имеем в нашей рутинной клинической практике, это гликированного гемоглобина, его нужно сдать. Эритроциты, они живут 3-4 месяца, поэтому если у пациента уже, собственно, был когда-то сдан, хотя, конечно, в обычной практике пациента не сдают гликированный гемоглобин, тем не менее, всего лишь надо сдать пациенту гликированный гемоглобин, глюкозу, плазму натощак и знать факторы риска. Какие факторы риска, чтобы не проговаривать? Это, собственно, повышенный вес, в целом, вообще анамнез семейный сахарного диабета. Вот, насколько я помню. Есть плос во время беременности и, в принципе, рождение ребенка более 4 килограмм, которое само по себе и для ребенка является фактором риска развития сахарного диабета, но и также является фактором неблагоприятного прогноза. И здесь, на самом деле, все очень просто. Есть факторы риска, если этих факторов все в норме, то здесь не надо назначать метформин, а если же есть отклонения, тогда лучше воспользоваться, собственно, калькулятором. Можно еще вопрос? У вас очень хорошие доклады, у вас отличный опыт, 30 пациентов, это немало на алпелисибе. Расскажите, есть ли пациентки сахарный диабет 2 типа, и у нее норма гликемии на инсулине? Ну, то есть обычные сахароснижающие препараты ей не позволяют контролировать уровень глюкозы, а на инсулине у нее все хорошо. Вы будете такую пациентку рассматривать как кандидата на терапию алпелисиба? Насколько я знаю, у нас в базе данных таких прям пациенток с сахарным диабетом нету. Вот, поэтому сложно мне сказать. Ну, я помогу, на самом деле, действительно, несколько пациентов в нашем центре таких не было, но просто нам как бы так повезло. Но на самом деле, если говорить с коллегами, которые был опыт применения, то не всегда он заканчивается благополучно, потому что контролировать уровень гипергликемии у пациента с сахарным диабетом инсулинозависимый здесь очень сложно. И здесь уж точно, если идти на риск, нужно иметь в постоянном контакте с врачом-эндокринологом. То есть здесь мы можем сказать, что по жизненным показаниям мы это начинаем, но здесь надо просто сказать, что вы заручены, что в любой момент вы сможете проконтролировать эту ситуацию и проговорить с эндокринологом, что нужно делать в такой ситуации. То есть риски должны быть оправданы с пользой. Ну, вот так можно сказать. Хотя лучше, да, конечно, тут надо в сто раз взвесить, чем идти на такой риск. Ну да, я, наверное, хотел поделиться немножко у нас тоже. У нас было буквально две пациентки, которые мы рискнули назначить, и в результате мы препарат отменили по причине токсичности. И в целом, по данным литературы, говорят, что инсулин, он обладает определенным антагонистическим воздействием по отношению к алпелисибу, потому что он просто блокирует вот эти вот рецепторы, на которые он воздействует. И поэтому, и эффективность может быть под вопросом. Поэтому, на мой взгляд, если у пациентка находится на инсулинотерапии, это не лучший кандидат для этой терапии. Да, и по сути мы даже таких пациентов и не включали, и не рассматривали, потому что здесь, понимая все, что вы говорите, действительно так. Спасибо большое, Шедера Жабалиевна. Присаживайтесь, пожалуйста. И тогда...